Девушки отдыхают И отказываются, допустим, от каких-то продуктов питания. Так вот, мы сегодня хотим выяснить вообще, что такое элементарный, правильный рацион для здорового человека. И сегодня мы будем это выяснять нашим гостем. У нас в гостях сегодня главный врач Центра медицинской профилактики Ольга Юрьевна Кутумова. Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Добрый вечер. Ольга Юрьевна, самый главный простой вопрос. Давайте начнем с того, что же такое правильное питание? Вот как можно проще рассказать? Правильное или здоровое питание, ну, можно, наверное, выразить, может быть, в четырех основных таких пунктах. Прежде всего, это сбалансированное питание. При этом мы балансируем не только белки жиры и углеводы, но и микро-макроэлементы витамины, растительную клетчатку и воду. Это первое. Второе. Это прежде всего режим питания. Пять-шесть раз в день. Ой, это много. Третье. Это правильное приготовление продуктов натуральных, не полуфабрикатов, где больше всего применяется тушение, уваривание, но не жарко, не на открытом окне консервирование. Совершенно верно. Вот, пожалуй, это основные принципы, что можно отнести к здоровому питанию. Это такой идеальный рацион, да, вы сейчас назвали? Да. Это не рацион, это принцип. Принцип. Если я, например, питаюсь три раза в день, да, по-другому у меня просто не получается, всё же можно как-то за три раза правильно питаться или нет? Как-то вот всё-таки... Нет, нельзя. Я могу объяснить, почему с физиологической точки зрения. Чем меньше мы питаемся, тем меньше наш обмен веществ, то есть запускается. А это страдают обменные процессы, биохимические процессы, которые происходят в организме. Ну, простой, самый простой, такой вот насущный. Мы реже ходим в туалет, в том числе у нас появляются запоры. Кишечник работает плохо, у нас на лице проявляются прыщи, краснота ещё. Ну, то есть, вот все сразу это могут заметить, то есть это видно. Да. Поэтому, чтобы вам свой рацион сделать более правильным, я предлагаю сделать перекусы. После того, как вы позавтракали в 11 часов, у вас должен быть перекус. Банан. А завтрак? Что-то лёгкое, да? Тогда подождите, а завтрак во сколько? А завтрак в 7 или в 8 утра. Ага. При этом, в обязательном порядке, мы должны понимать, что завтрак, это должен быть достаточно плотным, и он составляет примерно 40% всего рациона. То есть, мы запускаем организм, но прежде чем мы позавтракаем, мы выпьем стакан воды. А, то есть, в 6 часов он его нужно? Мы выпьем стакан воды, потом мы занимаемся какими-то своими делами, умываемся, 15 минут делаем какое-то физическое упражнение, не меньше 15 минут. Потом завтракаем в обязательном порядке, чтобы был белок. Это может быть творог с йогуртом. А для того, чтобы он был непресный, вот кто-то может не любит, мы добавляем туда, в зависимости от того, кто что любит, овощи или фрукты, или ягоды. Это может быть яйцо или что-то такое. А каша на завтрак? Каша больше полезна людям после 60 лет. У них устаревают или организмы обмена веществ нарушаются. И для того, чтобы физиологически было более здорово для них, вот для них больше целесообразны каши, даже после 65-70 годов, а уже в старшем возрасте и подавно. Ольга Юрьевна, немножко вас прежу, потому что у нас... Сегодня не просто теоретический такой эфир, а есть какая-то практика. Вот у нас Анастасия Цыганова, наша коллега-корреспондент, она дежурит сегодня в супермаркете и, скажем так, заглядывает в корзины покупателя. Вот ей слово. Да, добрый вечер в студии. Действительно, в супермаркете с каждой минуты становится все больше и больше покупателя. Люди после работы заезжают, выбирают себе что-нибудь вкусненького. И вот сейчас как раз мы найдем покупателя, который будет готов рассказать, что же у него такое в продуктовой корзине. Мы пошли искать. Ну вот пока Настя ищет покупателей, скажите, в Красноярском крае, да, или конкретно в Красноярске, какие-то, ну, есть какой-то дефицит продуктов? Каких не хватает нам продуктов, может быть? У нас не хватает рыбных продуктов, к сожалению. И несмотря на то, что у нас приусадебные участки практически в каждой семье есть, и овощи, и фруктов мы теперь стали потреблять значительно больше, чем потребляя раньше. Но, тем не менее, Всемирная организация здравоохранения рекомендует 500 грамм в день. А у нас в Красноярском крае только 370. То есть овощей и фруктов у нас не хватает так же. Не хватает кисломолочных продуктов. Ну, а вот больше всего у нас, к сожалению, наверное, это картофель и углеводов, это хлебобулочные изделия. Это переизбытки, да? Да. И это вредно? Это вредно. Когда нет сбалансированности, то это приводит к чему? Углеводистые питания. К повышенному весу, к ожирению. А ожирение является процессом, который запускает хронические неинфекционные заболевания. Сердечно-сосудистые, онкологические. То есть одно с другим связано. Давайте посмотрим сейчас, что наша корреспондент... У нас здесь следует корзину первого покупателя, давайте присоединимся. И вот, кажется, наш первый покупатель. Здравствуйте. Можно вас на минутку отвлечь? Мы новости Прима. Вы не против рассказать нам, что вы сегодня выбрали, какие продукты вы сегодня выбрали в супермаркете? Можете перечислить? Овощи. Я вижу, в основном овощи. Вы правильно питаетесь, да? Пытаемся. Давайте перечислим у нас перчик, лук, авокадо. Да, авокадо, помидоры. Еще что сегодня будет наружу? Пекинская капуста и печень. То есть и мясо, и к ним овощи. Ну, не совсем мясо, но... Ну, ничего даже вовредного вы не взяли? Подождите, здесь есть... А что вы взяли? Ром, бабу. Выпечка? Выпечка, да. Ну, не такая уж она и вредная, наверное. А вот сейчас действительно она вредная или нет, мы узнаем у врача-диетолога. Вот сейчас в студии вы уже слышали, что у нас сегодня в первой нашей продуктовой корзине. Поэтому вам слово, что вы скажете на этот счет? Ольга Юрьевна, вам слово. То, что много овощей, это, конечно, очень хорошо. Сейчас, правда, говорить о том, что в этих овощах и фруктах есть достаточно много витаминов, мы не можем. Но, в любом случае, там достаточно растительной клетчатки. Поэтому клетчатка нам очень важна и нужна. Поэтому это очень хорошо. Ром, баба. Вы знаете, есть такое понятие, как пирамида питания. Так вот, на самой верхушечке есть то, что может быть не очень полезно, но иногда приносит радость. Туда можно поместить ром, бабу. Или удовольствие. Вот ром, бабу, можно поместить туда. Если эта женщина раз в месяц съест эту ром, бабу, я думаю, ей хуже не будет. Мне станет стыдно сейчас. Ладно, хорошо. Я думаю, что Настя нашла у нас уже следующего покупателя. Мы посмотрим следующую корзину. У нас еще один покупатель, он уже на кассе. Сейчас мы аккуратно подходим, знакомимся. Буквально минутку. Здравствуйте, я с Влечом. Быстро новости, Прима. Как вас зовут? Вадим. Вадим, а вы нам не против показать, что вы сегодня купили с ясного? Пожалуйста, давайте посмотрим. Это проверка. О, чипсы, чипсы, понятно. Что еще? Перечисляйте. Молоко, горошек, рыбки маленькие, мясо, сыр. А это что? Это такой сэндвич такой есть. Вы готовить сами не любите, видимо. Почему нет? Просто сегодня еще не пообедал, решил быстренько перекусить. То есть, пока до дома не доехал. Какой ваш стандартный набор, скажем, на каждый день? Если коротко. Да, каждый день в магазин, в принципе, не хожу. Вы закупаете заранее? Да нет, так, по мелочи. Хорошо, давайте еще раз для нашего врача-диетолога перечислим. У нас тут сушеная рыбка, чипсы, консервы, бутерброд, фрукты и мясо. Правильно? Вот такой набор. Что вы на это скажете в студии? Я думаю, сейчас будет много критики. Я уже знаю ответ. Вы знаете, я думаю, что как раз я не буду критиковать. Каждый человек пытается так, как он считает нужным. Я только могу сказать, что в сушеной или вяленой рыбе, конечно, той омега-3 и жирных кислот, которые нам очень важны для пищеварения, их нет. Поэтому лучше, если бы он купил просто свежую рыбу. Ее можно было бы сварить или в конечном счете затушить. Или на гриле сделать. Это было бы нисколько не хуже. Потому что к сушеной или к вяленой рыбе предполагается, что, наверное, есть еще и пиво. Может быть, оно у него дома. А вот это уже точно нездоровое питание. Ну, что касается... Фрукты там были в корзине и овощи. Да. Это все очень хорошо. Ну, чипсы, понятно, что это, конечно... Это тоже как ромбабу, он раз в месяц покупает, наверное. Вот если только так. Вот если только так. Кстати, вот человек сказал хорошую отговорку. Я вот часто не хожу по магазинам и только что не пообедила. Это как раз к той теме, когда у людей просто нет времени. Вот есть шесть раз в день. Готовить все очень хорошо. Вы не правы. Человек может ходить и раз в месяц. Но он покупает продукты, которые лежат у него в холодильнике. Он их просто достает оттуда. То есть это дело все в контроле над собой. Конечно. Это каждый человек решает свои проблемы сам. А давайте вот обратную сторону заденем. Можно ли совмещать здоровое питание с диетой? Диета – это лечебное питание. И оно нужно только тогда, когда у человека есть заболевание. Человек много ел жирного и жареного. Он после праздников еще много выпил. У него обострился холецистит или панкреатит. Вот в этом случае ему назначают диету номер пять. И говорят, что вам нельзя это есть. А пища должна быть протертая. И она меньше соленая и так далее. Это диета. Поэтому если человек питается здоровой пищей, ему диеты не нужны. Понятно. Давайте заглянем в следующую корзину покупателя. Что у нас там, Настя? Да, студия. Еще раз добрый вечер. Кажется, мы нашли нашего второго покупателя, красноярского, который не против будет рассказать нам о своем выборе. Здравствуйте. Я вижу, вы никого не можете поймать. Никто не хочет нам признаваться, что же люди выбирают себе на ужин. Может, вы нам расскажете? Пожалуйста. У вас все, в принципе... У меня на ужин ничего нет. У меня все на завтрак. Что же так? Только на завтрак. Вы здоровым питанием увлекаетесь или как? Разным. Давайте перечислим. Ваши продуктовые корзины сейчас? Фрукты, творог, сметана. И все? Все. Вы же взрослый мужчина. Вам нужно мясо? Мясо, видите, уже не вошло. Мясо было вчера. Такая же корзинка. Сегодня фрукты. Понятно. А что-нибудь, не знаю, жидкого? Жидкого? Ну, вино, коньяк. Тоже. Ну, не сегодня. Вот к фруктам вино и коньяк, видимо. Нет, ну это же все отдельно. Это же не из-за один прием, понимаете. Раздельное питание должно быть. Что бы вы еще взяли? Еще бы взяли. Да не знаю. Вроде бы все, что надо. То есть это ваш ежедневный, получается, набор? Нет, нет, нет. Спонтанно. Хорошо. Давайте вот фрукты, творог, сметана. Ну, что тут скажешь? Все вроде полезное. Давайте послушаем, что же на это ответит наш диетолог. Студия, вам слово. Я думаю, что если понять еще, какая была сметана, наши граждане очень часто покупают более вкусную, 25%, 30%. При этом более здоровая могла бы быть 10 или 15%, поэтому я не знаю. А еще более здоровым мы бы заменили ее йогуртом, классическим или термостатным. Неправда. Это очень хороший белковый продукт. Он ничем не хуже сметаны. Если к нему привыкнешь, ну, я не знаю, человека учат с детства и вырабатывают у него какие-то привычки. Любая привычка вырабатывается 90 дней, то есть 3 месяца. Если мы поставили перед собой цель, я хочу питаться здорово, значит, за 3 месяца я могу научиться питаться здорово. Ну, еще один вопрос такой, про все-таки модный здоровый образ жизни. Многие сейчас становятся вегетарианцами, допустим, и отказываются от мяса. Вот как вы прокомментируете с точки зрения правильного питания? Очень как-то кратко. Вы знаете, несколько лет назад к нам обратились с просьбой посмотреть питание вообще не вессариона. Они были истинными веганами, то есть они не употребляли вообще никакого ни растительного, ни животного белка, даже яиц. И если люди взрослые, это их выбор, то дети от этого страдали. У них были заболевания, которые свойственны арахиту, желудочно-кишечным заболеваниям. Они были все астеничные, с пониженным весом. И поэтому мы сказали о том, что дети должны получать в обязательном порядке молоко, яйца и творог хотя бы, даже если не мясо. Поэтому мне представляется, что еще раз, самым лучшим является все-таки питание сбалансированное. Но каждый человек выбирается. Давайте тогда еще раз повторим вот эти основные принципы, которые мы в начале беседы называли. И про правила 90 дней еще раз, что в принципе можно эту привычку выработать у себя. Да, это физиологический процесс. Поэтому еще раз говорю, привычка вырабатывается, это условный рефлекс. Она вырабатывается за 90 дней или за 3 месяца. Она может вырабатываться и раньше. То есть 21 дня может быть хватить. Но для того, чтобы она стала устойчивой, и чтобы мы, просыпаясь, каждое утро мы идем чистить зубы. У нас это привычка. И что нужно научиться делать в итоге? 6 раз питаться в день с перекусами. Да. При этом может быть 3 основных питания и 2 или 3 сопутствующих. То есть в 11 часов. Обед, если в час или в два, значит в 4, в 5. Ужин в 7 или в 8. И на ночь напустим кефир. Ладно. Скажите, пожалуйста, вот это обязательно по часам? Допустим, если мне на работу к часу дня, я просыпаюсь в 10 и буду... Тот же самый рацион практически, но чуть, скажем, сдвинем часы. Это тоже полезное питание или уже нет? Еще раз говорю. Вы должны питаться 5-6 раз. Если вы проснетесь в 11, но будете ложиться, как обычно, в 10... Нет, а если я поздно лягу? Поздно лягу. Тогда может быть. Если ваш режим больше ночной или вечерний, то тогда часы удлиняются. Спасибо большое, Ольга Юрьевна. Говорили мы сегодня о питании, в том числе здоровом питании. И в гостях у нас был главный врач Центра медицинской профилактики Ольга Кутумова. Спасибо большое. А мы вернемся.